Здравствуйте! Кстати, вы смотрите программу «Городская среда». С 15 февраля все подразделения столичной мэрии и муниципального совета перейдут на новую электронную систему закупок. Пока решено приобретать необходимые для функционирования столичной мэрии материальные ресурсы в небольшом объеме. Но уже сейчас, по всем расчетам, эта инновация обеспечит открытость, позволит существенно сэкономить городские финансы и время на приведение тендеров. О преимуществах нового подхода к системе закупок поговорим с муниципальным советником от партии социалистов Виктором Поляковым и куратором одной из платформ по закупкам Вадима Желязкова. Здравствуйте! 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 Я знаю, что прошлый год был годом тестирования этой платформы, вот этой системы электронных закупок. Каковы результаты? Есть какие-то показатели эффективности, экономии и того, что, в общем-то, эта инновация, так сказать, иметь право на существование, закрепиться в нашей жизни или, во всяком случае, функционирование столичных чиновников? Ну, давайте с вас начнем. Да, действительно. Ну, здесь можно говорить и об экономических показателях. Допустим, если за год было осуществлено, так скажем, небольшое количество, ну, в любом случае, 107 закупок на общую сумму в 17,4 миллиона лей, экономия составила 702 тысячи лей. Это довольно-таки серьезный показатель. Но я думаю, что и уверен в том, что кроме экономического показателя мы должны говорить и о других моментах не менее важных. Допустим, то, что связано с транспарентностью. То есть, сейчас этот процесс, и благодаря вот нововведениям, это стало намного прозрачнее, да. То есть, сейчас, кроме всего, еще и граждане могут элементарно посмотреть, допустим, школы, что они приобретают, да. Кто вообще выиграл тендер, какие будут поставляться в учебные заведения товары, да. То есть, что будут кушать элементарно их дети, да. Соответственно, транспарентность, транспарентность выиграют абсолютно все, в том числе и рядовые граждане. Но не будем забывать о том, что ведь все государственные закупки осуществляются, по сути, с бюджетных денег. А бюджетные деньги – это деньги налогоплательщиков. И требуют особого подхода, особого учета, прежде всего. Конечно, конечно. Поэтому и говорю, что транспарентность – это немаловажный показатель, и он в разы увеличился. Кроме всего, конечно же, это и объективность, и беспристрастность закупочного процесса. Теперь этот человеческий фактор практически исключен за кое-какими нюансами. Но теперь экономический агент не будет непосредственно идти к чиновнику и говорить, слушай, вот мне нужно это выиграть. А теперь он просто, сидя дома в офисе за компьютером, он может, нажав клавишу, понизить, сделать свою аферту. Ну и, соответственно, здесь нужно понимать, что все аферты, они идут на понижение. То есть, здесь не так, как в прошлом. То есть, ты один раз предоставил свою цену, исходя из этого уже принималось решение. Тут цена может падать вплоть до того момента, пока уже экономический агент, который предоставляет эти аферты… Перестанет верить выгоду в этом предложении. Да. По нашим наблюдениям, я имею в виду, по наблюдениям простых кишиневцев, все, что происходило в столичной мэрии, когда происходили те или иные приобретения, необходимые для города, всегда казалось, что это такая ярмарка тщеславия и гонка за тем, что купить как можно дороже. То есть, это ведь, в принципе, момент, на который должна обратить каждый раз прокуратура. И вот мы сетуем, кишиневцы, что вот прокуроры, вместо того, чтобы открыть отдельный кабинет в стенах столичной мэрии, эпизодически только туда наведывается, с какими-то обысками, но эффективность всего этого еще, так сказать, еще только стоит попытаться просчитать. В электронных же вот этих закупках, как вы правильно сказали, там включен механизм понижения цены, то есть, здесь идет торт на понижение. И это определенный, дает определенный эффект, потому что, как мне кажется, чиновник, который участвует вот с этой стороны монитора, занимаясь закупкой для школ, для детских садов, для, даже для нужд столичной мэрии, там необходимо купить, например, бумагу или еще как-то, в данном случае он может показать свою эффективность, сумев как можно меньше потратив муниципальных денег, на как можно большее количество товаров, так скажем. Вот, Вадим, к вам вопрос. Вы, ну, будем говорить, как человек изнутри этой системы, то есть, изначально, да, куратор одной из этих платформ, на которых осуществляется купля-продажа. Вот, как вам видится развитие этой системы? Что уже первый год тестирования показал? Какие-то плюсы, минусы технического характера, человеческого характера, взаимоотношений между покупателем и продавцом? Ну, для интереса, для граждан, система у нас пилотируется с 15 января прошлого года, внедряет ее в нашу страну, это Министерство финансов совместно с Банком реконструкции и развития, и вначале мы пилотировали именно на подотчетных Министерств финансов учреждения, чтобы они на всю страну одновременно проверили, как она будет работать. И систему мы взяли одну из лучших в мире. Многие смеются, когда я говорю украинскую. Но на Украине эта система сделала бизнес с поддержкой спонсоров и отдала ее государству. Говорит, вот, система работает, давайте ее внедрять. Как государство, украинское государство к этому отнеслось, по вашей информации? Ну, внедрилась она хорошо. На мой взгляд, это одна из лучших реформ на Украине, но это мое субъективное мнение. То есть, она позволила экономить государству деньги и получить транспарентность, чего не было никогда на Украине и в нашей стране в госзакупках. То есть, сейчас любую госзакупку можно промониторить. Можно сравнить ее с другой, такой же. Допустим, в одной области купили констовары и в другой, одинаковые. Посмотрите, а почему здесь дороже на 20%? Сейчас система позволяет им это сделать. И у них экономия там в десятках миллиардов гривен. Что колоссальные деньги для страны, ну, все равно с бюджетом, который проблемный. И мы взяли их практику. Система называется на Украине Прозора. Она одна из лучших в мире. Ее создавали как инновационную, техническую. И внедрили с возможностью конкуренции. Очень важно для наших тоже зрителей, что... Что значит возможность конкуренции? Идея до этого... Есть моноплатформа. Это когда государство контролирует процесс от А до Я. Его площадка, его центральная база. И обычно у нас сейчас моносистема. Это приводит к тому, что, ну, образно, на мой взгляд, государство оказывает часто плохие услуги друг другу и населению. Ну, в силу наших пока что экономических возможностей. А гибридная система – это когда частный бизнес вместе с государством работает. То есть в нашей системе частный бизнес – единственное окно, через которое можно подавать тендера и подавать предложения. А государство оперирует центральной базой данных. И к ней может подключиться неограниченное количество частных компаний, которые выполнили n-ные условия. Этим мы создаем конкуренцию между ними. Благодаря этому вырастает качество услуг населению, бизнесу, государству. И это влечет к увеличению прозрачности в госзакупках, эффективности в госзакупках. Для нас важен не только прозрачность, но и эффективность. Потому что благодаря новой системе больше мелкого и среднего бизнеса может участвовать. Потому что государство, как вы знаете, самый крупный заказчик в нашей стране. Она 8 миллиардов леев тратит в год, которым не имеет доступ большинство фирм. Или не верят, что они имеют доступ. А мы им открываем «продавайте». Возможности. Это большие деньги. Ну вот насколько все-таки исключен момент коррупции с участием таких высоких технологий? Ведь смотрите, сегодня не секрет, что, например, работодатель, когда принимает кого-либо на работу, он может изучить портфолио, предоставленное самим соискателем. А может посредством интернета узнать об этом человеке все возможное. Есть социальные сети, которые о нас рассказывают достаточно много, о наших интересах, о наших семьях. О том, где удалось раньше себя реализовать. Ведь это говорит о чем? Что можно использовать, будем говорить, альтернативные источники информации для получения, допустим, той же информации о том или ином продавце. Выйти с ним на контакт и попытаться заключить какую-то, будем говорить, сделку, которая могла бы рассматриваться, включая, так сказать, коррупционные составляющие. То есть вот насколько эта платформа позволяет исключить такие вещи? Это очень хороший вопрос. Платформа не исключает эти вещи. Платформа их показывает. Принцип платформы – все видят все. То есть вся информация доступна для любого гражданина. Нет ничего скрытного, кроме гостайны, которые там некоторые умеются. Ну вот любой гражданин может зайти на сайт и посмотреть, что покупали, кто подавал, какие оферты, какие суммы. Все. Коррупция есть. И она будет всегда. Ну это человеческий фактор. Но его теперь можно увидеть. Чего сейчас нельзя сделать. Благодаря мониторингу СМИ, общественных организаций, прокуратуры других, которым теперь не нужно приходить и вынимать документы. То есть не надо кабинет в премарии, нужно просто компьютер открылся. О, есть возможность, так сказать, возбуждения уголовного дела. Да. Но в Украине они пошли чуть дальше уже просто. Они сделали специальные алерты. То есть они видят, когда несоответствие стандартам. То есть у них уже есть годы-два. И они видят, что это же покупали в другом месте дешевле. И они выводят, что это уже ненормально и показывают это. То есть это, получается, можно предъявить определенные обвинения в адрес, допустим, некачественного менеджмента государственных чиновников. Это в лучшем случае для них, в худшем. Это действительно какой-то элемент коррупции в завышении акцента. Благодаря тому, что они знают теперь, что все видят все, уменьшается желание попасться. Ну, это образно. Ну, это влечет за собой негативные последствия. Да, потому что теперь любой может зайти и на Фейсбуке опубликовать информацию. Ну, хотелось бы, чтобы в нашей стране появился такой черный список чиновников. И тогда сразу понятно, кому ходить, кому не ходить, кому, в общем-то, следует писать заявление. В лучшем случае обувольнений. Если вы не против, я добавлю насчет чиновников. Я не скажу, что все плохие. Я очень много встречаю очень хороших, добросовестных работников в различных органах. Многие не имеют какой-то компетенции в госзакупках, потому что у нас нет такой профессии. Но все они работают за маленькую зарплату, поэтому, ну, само собой, мотивация у них маленькая. Квалификации, их не вводят на курсы, квалификации, не пытаются повысить их знания. Нет инструментов хотя бы. То есть, нельзя говорить, что все плохие. Есть, но многие очень хорошие, и они бухгалтера, чаще они закупщики. И для них это... Ну, вот вы правы в отношении того, что да, среди них достаточно много хороших, порядочных людей. Ведь если посмотреть, например, ту же европейскую практику, вот заглянуть в... Попасть в стены тех или иных мэрий, мы видим, это действительно служащие, которые понимают, на что они идут. Вот. Они понимают, что они наняты обществом, они отдаются этой работе. Зарплаты там сопоставимые, ну, в общем-то, с обычными теми зарплатами, которые существуют в той или иной стране. Там люди, идущие работать в эти учреждения городские, они не идут с целью обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь, и включая жизнь своих потомков там в третьем-пятом колене. У нашей, в общем-то, действительно, она показывает обратное. То есть мы видим, когда человек, который может сесть в кресло у руководителя какого-то управления, через 2-3 года у него уже небоскреб в зеленой зоне. И понимаешь, что, в общем-то, ну, как бы, можно сказать, это все анекдотом, но все мы прекрасно понимаем, откуда берутся эти доходы. Ну, давайте поговорим уже по нашей теме. Вот такой вопрос. Сколько потенциальных поставщиков откликнулось на идею участия в работе вашей платформы? Там называлась цифра, но тем не менее, насколько охотно шли на вот такой диалог с властью? На торговый диалог, скажем. Это хороший пример, когда бизнес боится государства. То есть те, кто хоть раз участвовал, говорили, сколько? Сколько нужно дать, чтобы выиграть? Мы говорим, нисколько, дай тебе хорошую оферту. И не участвовали. Не верю, да? И не участвовали те, кто привыкли к определенным схемам. То есть у них есть свой опыт отношения с властью? Они неконкурентоспособны с теми, кто работает нормально и могут предложить хорошую цену. К нам приходили и участвуют крупные поставщики, сети, которые до этого не участвовали. Они говорят, Вадим, вы понимаете, мы не можем давать бонусы. И я не могу выиграть один тендер. Я перестал участвовать в них, потому что зачем мне зря тратить время? Потому что это нужно прийти было с конвертом. То есть он не может работать вот в этой системе на понижение? Нет, нет. Я имею в виду, что в старой системе они не могли работать. Там нужно было давать кому-то деньги. А в новой системе они, не выходя из офиса, подают свою оферту. И у нас происходит, это самая очень классная вещь, аукцион в режиме реального времени. Когда поставщик сидя в офисе, дома, не знаю, где угодно, из машины он может участвовать. И подает свою оферту в режиме реального времени, видя другие оферты, но не видя, кто эти люди. И он торгуется. Есть три раунда, где он снижает цену. Есть азарт. Для государства это снижение цены, потому что они друг другом бодаются. И мы получаем транспарент, потому что он знает, что только он может ввести в данный момент цифру. Только он знает, сколько он сейчас поставит. Никто не может подглядеть. Раньше как сейчас происходит? С конвертом приходят. За пять минут до начала аукциона стоит очередь в кабинет чиновника с конвертиками, с офертами. И все боятся их отпустить, потому что кто-то может узнать, сколько там. Заглянуть, увидеть. Заглянуть, увидеть. Но это же ненормально. Я хочу участвовать в десяти аукционах, они проходят одновременно, мне нужно десять человек. Цифры несоизмеримы с возможностями. Здорово, конечно. 21 век в нашей жизни уже себя проявляет. Вот ваши впечатления от того, как ведут себя участники вот этих торгов. Как реализуют чиновники, как проявляют себя в этом смысле. Насколько качественно чиновничный менеджмент себя проявляет? Ну, давайте начнем, наверное, с того, что еще до того, как мы разработали проект решения муниципального света, благодаря которому, начиная вот с завтрашнего дня, уже каждый из структур подведомственного муниципального света и премьер Министерства Кишнева будет обязан проводить электронные госзакупки для контрактов малой стоимости. Понятное дело, что пытался консультироваться с разными структурами по двенадцатому муниципальному совету. И не хочу давать, конечно, имен, но был момент, когда вот обсуждали, да, и говорил, слушай, а вот здесь вот не получится вот этот товар проводить через аукцион или вот эту услугу мы не сможем. И когда вот я элементарно, да, вот первый вопрос, почему, здесь начиналось сразу, ну, вот пойми, здесь не знаю как, вот глаз в сторону, не знаю что. Хотя вот буквально вот несколько дней назад я вот видел одну из закупок, которую провел все-таки, вот это управление провело, да, и оказывается сэкономил порядка 200 процентов. То есть если изначально он, точнее орган готов был предложить 9 тысяч лев за тот товар, в итоге они приобрели это за, если я не ошибаюсь, за 3600 лей. Так давайте легализуем коррупцию, то есть я имею в виду, дадим процент премии еще из экономленных средств, чтобы чиновник был, ну, заинтересован. Я сэкономлю 100 тысяч, вот, ну, 30 тысяч зарплате будет у меня в конце года. Понимаете, такая мотивация. Хорошая мотивация. Да, и таким, я не говорю, ну, может быть грубо сказал, что узаконим коррупцию, но в этом смысле он будет заинтересован не совершать преступные деяния, а наоборот работать для нас с вами. Понимаете, ну, мне это кажется. Ну, в любом случае, ну, вот, начиная, решение было принято 22 декабря на заседание муниципального, 2017 года на заседание муниципального совета. Здесь вот такой вот нюанс тоже интересный. Чтобы вы понимали, ведь не все проголосовали за. Допустим, вот, либералы... Это не только очередные плюсы, но мне... Да, действительно, плюсов действительно очень много. Мы их перечислили даже вот в начале нашей программы. Но вот либералы, допустим, не захотели голосовать. Понятное дело, почему. До сих пор ведь у руководства многих из управлений по 12 муниципальному совету занимают должности либо и нынешние коллеги, либо бывшие коллеги ЛП с партией либералов-то. Поэтому вот есть такой вот нюанс, да. Но, хотя решение было принято 22 декабря, оно вступает в силу, начиная с 15 февраля. Однако за вот этот промежуток времени, довольно-таки короткий, все-таки многие из управлений провели в качестве тестирования. Кто-то совершил довольно-таки много закупок. Вот тот же, например, там, Мапы канал. Кто-то меньше. Но все-таки было проведено. И вот такие буквально несколько цифр. Всего было проведено вот за это время, вплоть до позавчерашнего дня. Было совершено 35 закупок на сумму в 900 тысяч леев. Экономия составила 147 тысяч из 900. Это почти 17%. Это довольно-таки хороший показатель в целом. Ну, я взглянув вот на все... А, вот еще один такой нюанс. Абсолютно каждой из закупок, из этих 35 закупок, у каждой из них была экономия. Абсолютно у каждой. Но, опять же, где-то меньше, а где-то вот и больше. С этим примером, который я чуть раньше вам озвучил. Соответственно, я думаю, что цифра хорошая. Ну, вот такой вопрос. Какие критерии предъявляются к самому приобретаемому продукту? По качеству, по, ну не знаю, по каким-то там стандартам? Есть какая-то, ну не знаю, предусмотрена ли какая-то инструкция? Что я понимаю, что, например, у нас происходил практически беспредел в муниципе. И когда мы слышали, когда мы сами, журналисты, писали о приобретении просроченных продуктов питания в дошкольные и школьные учреждения. То вот сегодня, когда поставщик, ну будем говорить, так сказать, обезличен, то есть он, так сказать, сам лично не участвует в передаче товара или в этом, в тендере. Но насколько здесь мы защищены этой системой от того, чтобы повторилось подобное, например, то, что было в прошлом году, когда мы, журналисты, поднимали, так сказать, кричали «сос», смотрите, чем кормят наших детей, практически травят. Ну давайте, Вадим. Я хочу сначала сделать акцент, где экономия, откуда она выходит, и потом вот этот ваш ответ. Экономия получается из двух вещей. Первое – это качественная спецификация закупки. То есть чем лучше спецификация, что хочешь купить, описание более детальное, тем лучше приходят поставщики, потому что они знают точно, сколько денег это стоит. То есть спускается поставщикам такое техническое задание, что необходимо, что мы ищем на этом. Чем качественно, тем больше приходит поставщиков с конкретной хорошей ценой. Чем более размытые, тем меньше поставщиков, потому что сложно дать цифру, не зная, о чем речь. Это первая и основная экономия – качественная спецификация. Вторая экономия – это за счет того, что мы даем возможность онлайн подавать, ему не нужно приходить. И он подает, и увеличиваем количество поставщиков, за счет поставщиков конкуренция, конкуренция снижает цену. Прямая выгода уже для конкретного. По поводу вашего вопроса – качество. Система не решает эту проблему. Система не искусственный интеллект, который может определить качество. Система дает возможность выбора закупающему органу. За ним остается все равно выбор, кто победил. И в законе есть два правила. Есть А – это самая низкая цена, и Б – лучшая цена качества. Мы всем рекомендуем не покупать самые дешевые. Покупать лучшее, но теперь в вашем бюджете. То есть у вас теперь есть возможность сэкономить, так купите подороже, но покачественней. Те же продукты питания. У нас был, допустим, тендер на сосиски. И вначале была цена такая, на которую никто не пришел. Я таких сосисок не видел в жизни. Я не ел бы такие сосиски, таких дешевых. Мне страшно было, а это была больница, по-моему. То есть вы понимаете, такие сосиски лучше не кушать. Не прошел тендер, никто не пришел. Второй раз подали, увеличили сумму, не пришел никто. Подали третью, увеличили сумму, пришел поставщик. Потому что сумма уже была адекватнее, мясо там уже было в сосисках. То есть по такой цене уже должны были докладывать. То есть рынок будет реагировать. Мы знаем, что у нас там 50, образно, поставщиков сосисок. И если на тендер приходит всего один, понятно, что что-то не так с этим тендером. Это один из индикаторов. Когда есть конкуренция, а сейчас у нас в среднем два участника на закупке. Это нормально. То есть минимум два. У нас были 17 и 16. Там такие начинаются баталии сразу. Если много поставщиков, означает качественная закупка, низкая цена и качественный товар. Вот вопрос еще вам обоим. На каких условиях можно стать участником этого процесса электронных торгов? Что для этого надо сделать? Я так понимаю, что я убежден, что среди наших зрителей есть люди, которые представляют те или иные коммерческие организации, для которых эта информация, наверное, была бы сейчас полезной. Все очень просто. Благодаря решению муниципального совета закупающие органы, как при Марии, должны в обязательном порядке, а все остальные могут в добровольном. Если есть закупающие органы, подключайтесь к нам добровольно. Их мало было, к сожалению, добровольцев в прошлом году. Нужно просто черери от руководителя. Просто есть определенный формат черери, где он пишет заявление, что я делегирую такого человека от нашей организации для проведения торгов. Ему открывается кабинет в платформе, и он может создавать уже тендера. Для поставщиков это контракт между двумя юридическими лицами о доступе к системе. Какая-то финансовая оплата, взнос для участия от поставщика требуется? Бесплатно для поставщика, для закупающих органов это бесплатно. То есть любой закупающий орган всегда будет бесплатен. Это важно, чтобы все понимали, что для государства это бесплатно. Поставщик платит за участие. То есть бесплатно посмотреть, бесплатно почитать, помониторить. Но как только он хочет подать свою оферту с конвертиком образно, с деньгами, сейчас в системе это так, до 10 тысяч лей в бесплатное участие, с 10 тысяч до 80 тысяч, 50 лей в за участие. Не сумма, которую можно установить. Это было символически выставлено для того, чтобы отгородить тех, кто не готов перечислениями работать, чтобы промониторить, что это реальные фирмы. И б, 50 лет на такси образно поехать и постоять с конвертом. То есть, чтобы психологически это не было травмой. Да, понимаю. Со стороны муниципального совета как это выглядит? Ну, опять же, нужно понимать, что абсолютно все государственные учреждения, которые, то есть они, понятное дело, в момент, когда выставляют свою оферту, они ничего за это не платят. То есть ни одно подведомство на примарии или муниципальному совету учреждения, которых теперь уже будет заказывать тот или иной товар или услугу, это будет абсолютно бесплатно. Как только что озвучил ей Вадим, уже понятное дело, что в случаях, когда уже коммерческий агент захочет продать свой товар, то здесь, как и указали, это абсолютно символическая сумма, которая, ну, вы знаете, это действительно абсолютно символическая. Ну, для бизнеса сумма действительно подъемная, 50 лет. Тем более, тем более, что, опять же, здесь, как и Вадим тоже указал, до 10 тысяч лет здесь ничего платить не нужно, потому что мы понимаем, что в некоторых случаях сам профит, он может быть меньше, чем вот эта сумма, которую ты получишь за участие. Ну, скорее всего, поэтому и платформа… Было еще одно причинное. По законодательству и по решению Монсовета до 10 тысяч леев товары можно купить по чеку в магазине. То есть, можно закупать чеку, выйти в соседний магазин и купить товар. И мы хотим, чтобы он понимал, что подай через систему, это никому ничего не стоит, и получи выгоду, не иди в магазин. У нас был пример… То есть, экономия времени… Да, времени. Абсолютно, да. И плюс возможность, опять же, выбрать более дешевого продавца, потому что даже ногами нужно изучать, так сказать, маркетинг осуществлять, переходя из одного торгового центра в другой, а здесь электронным образом. У нас даже были примеры, когда мы закупали воду на 9600 леев. Это один из первых ярких примеров. 9600 леев, ну, то есть, ни о чем сумма. Выиграл поставщик за 6,5. Вода. Обычная вода, которую пьет любой гражданин. Экономия – 3000. Приятно? Для бюджета, да, согласен. Сколько времени уходит на рассмотрение той или иной заявки? Вот сколько длится само предложение? Появилось предложение и дальше. Это… В системе есть ограничения. Система сейчас работает на допороговых. Это я очень хочу ее подчеркнуть, потому что допороговые законодательством не так регулируются, поэтому мы сделали проверенные правила. Правило номер один. После публикации тендера минимум один день, когда тендер можно еще редактировать, то есть, закупающий может его отредактировать, а поставщики задают ему вопросы в онлайне. Это минимум один день, максимум не ограничено. Благодаря этому мы даем возможность изменить его из-за желаний поставщиков. У нас были, допустим, примеры, когда закупали картриджи, и поставщик пишет, что такой картридж не подходит такому принтеру. И была изменена спецификация. Если бы этого не было, государство бы купило этот картридж, он бы не подошел, пришлось бы покупать еще один. Или покупать принтеры. Да. И это первый момент. Второй момент… Кстати, интересная такая уловка получается. Это очень удобно, на мой взгляд. Они могут общаться, менять… Тендер становится качественней. Наша цель – качественный тендер, на который придут качественные поставщики. И второй момент – это подача предложений. В этот период тендер уже нельзя поменять, он все закрыт для изменений, и поставщик видит конечную версию и подает свою оферту, изначальную оферту, не конечную. Это минимум два дня. У нас был пример, вначале у нас не было этого ограничения, и один из закупающих поставил прием предложений с 12 до часу. Ну, то есть, вы понимаете, я должен успеть с 12 до часу. И мы позвонили, мы говорим, вы можете увеличить? Нормально. Я говорю, вы можете увеличить? Нормально. Пришлось, как бы, задействовать другие инструменты, чтобы он увеличил. А как вы думаете, почему именно такой короткий срок? Приводчика, наверное. Обычно они уходят на обед с 12 до часу, да, и никто не приносит конверты. Хорошо, вот прекрасно знаем о том, что в муниципалитете есть свои муниципальные предприятия. которые тоже занимаются предоставлением услуг, поставкой товаров. Как здесь? Есть какой-то, будем говорить, какие-то преференции для них? Или предусмотрено равное участие для, в общем-то, и муниципальных предприятий, и просто для простых представителей бизнеса? Ведь не секрет, что, например, очень часто бывало, на мой взгляд, кишиневцы, иной раз столичные власти игнорировали муниципальные предприятия. Например, решая те или иные задачи, смотришь, ну есть же специальные предприятия по уборке улиц, но почему-то транспорт загнан куда-то в ангары, а какие-то непонятные люди или техника начинают что-то убирать. Ну, это мой пример, на самом деле, есть гораздо более широкие интересные примеры. Ну, вот здесь существуют ли какие-то преференции для муниципальных предприятий, или все находимся на одной стартовой площадке? Ну, вы знаете, здесь нужно учитывать два момента. Первый момент, и это очень важно, чтобы все понимали, платформы и должны, и предоставляют равные возможности. То есть это как принцип, это очень нужный принцип. Но другой момент, что это позволяет, даже не то, что позволяет, а заставляет муниципальные учреждения меняться, и меняться к лучшему. Потому что теперь они понимают, что это конкуренция, и они должны предоставить качественные услуги. Не так, как они в некоторых случаях до сих пор... Используя свою аффилированность, да, и доступ в кабинеты. Да, да, и понимали, что вот, ну раз мы муниципальные предприятия, значит, к нам обратятся, да. А раз нам обратятся, какая разница, какого качества услугу нам предоставить, да. Теперь же нет. Прекрасно понимая, что будут участвовать... То есть, конечно же, это не исключает того, что они действительно тоже могут участвовать, они тоже могут предоставлять свои услуги, либо свои товары. Но теперь же они понимают, что тот товар или эта услуга, она должна быть качественной. Иначе выиграет коммерческий агент, другой коммерческий агент. Поэтому, конечно же, это заставляет теперь муниципальные учреждения предоставлять намного качественнее. Или, по крайней мере, муниципальные учреждения понимают это, что они должны меняться. У меня по этому поводу есть мнение как стороны жителя. Бизнес, который неэффективен, он умрет. Вопрос просто, как долго граждане будут его спонсировать. Если мы говорим о муниципальных предприятиях, которые неэффективны, это мои с вами деньги, которые мы отдаем им за их неэффективность. В этом случае я, конечно, считаю, что условия равные и вы должны соответствовать. У нас есть, допустим, образный лифт-сервис, который оказывает услуги ремонта. И он конкурентоспособен, он конкурирует. Другие могут тоже. Вопрос в некоторых других нюансах в зарплатах и регулировании их бюджетов. Но с точки зрения бизнеса они должны все... Виктор, вы говорили платформы. То есть, если я правильно понимаю, существует несколько таких платформ. Не одна, а несколько таких платформ, на которых осуществляются эти электронные торги, для того, чтобы можно было приобретать для муниципалитета те или иные вещи, товары, услуги. Почему не одна платформа, а сразу несколько? Чем это продиктовано? Конкуренция платформ или же, опять же, уйти от коррупции? Нет, на самом деле фактора коррупции нет. Но, как и вы правильно заметили, конечно же, это в первую очередь конкуренция. То есть, теперь и сами платформы тоже теперь думают, как предоставить более качественные услуги. Например, сделать более привлекательным, более простое использование той или иной платформы, более близко к людям. То есть, это тоже немаловажный и хороший фактор. Действительно, их сейчас в Республике Молдова три платформы. Речь идет об аккезиции .md или читации .md и IP-тендер .md. Это три платформы существующие. Появятся ли еще, не знаю, но это вполне вероятно. Есть какие-то определенные условия, которые могут мешать появлению или, наоборот, которые бы мотивировали появление таких платформ сегодня? Ведь это тоже одна из сфер бизнеса, если я правильно понимаю. Наверное, мотивация будет тогда, когда намного больше государственных учреждений будет участвовать в этих закупках. Потому что, конечно же, появление новых платформ будет зависеть, есть ли те, которые будут пользоваться этими платформами. Благодаря проекту решения, который вступает в силу буквально завтрашним днем, который был принят 22 декабря, мы постарались обеспечить, чтобы намного большее количество государственных... Ну, в принципе, это одно учреждение, но чтобы было понятно и гражданам тоже, государственная закупка не осуществляется примарией или муниципальным советом, а их органами. Это все муниципальные управления, муниципия Кишинев и другие тоже субъекты. Ну, опять же, из-за того, что увеличивается количество органов, которые апеллируют к платформам, и платформа уже видит, что увеличивается круг, значит, теперь намного больше. Для платформ именно государственные учреждения являются клиентами, так скажем, если можно так выразиться. Ну и, соответственно, чем больше таких клиентов в виде государственных учреждений, это и является тем фактором, чтобы они появились. Я, наверное, добавлю со стороны платформ. В примере Украины у нас такая же система. У них сейчас 30 с чем-то платформ. Система построена таким образом, чтобы открыть доступ кому угодно, у кого есть возможность создать правильную площадку, пройти аккредитацию государственную и предоставлять услуги. То есть она открыта. Это незакрытый клуб трех компаний. Мы с нашей стороны желаем, чтобы там было больше. Это конкуренция, это качественные услуги. Но, чтобы все понимали, разработку платформ ведется за счет компаний. И для нас лично и для меня это не бизнес сейчас, это бизнес через три года. Сейчас для меня социальный проект. Я живу в этой стране, я живу в этом городе. И я хочу, чтобы мои деньги, публичные деньги, я видел, как они тратятся. Я понимал, как они тратятся. Я оставил часть, мы IT-компании, мы понимаем, что вот здесь это работает. Я уверен, что вот схема работает без каких-то вариантов. И мы хотим изменить что-то. Вот желание изменить движет платформами сейчас. В дальнейшем это, конечно же, бизнес, который имеет и социальную ответственность, но и денег. Невозможно всегда бесплатно работать. Ну, здорово. Потому что, смотрите, в то время, в котором большая часть моей жизни проходила, часто любили говорить, что экономическое отставание Советского Союза от ведущих стран Запада составляет столько-то лет. Ну, догоняем. С приходом либералов в столичную мэрию часто приходилось слышать о том, как сложно победить советское прошлое. Непонятно, в чем оно выражалось. В уничтожениях детских садов и школ. Может быть, все никак не могли это огромное количество детских садов, больниц, школ уничтожить. Но сегодня, когда эксперты начинают подсчитывать, насколько далеко мы продвинулись в высоких технологиях, в производствах, в экономике в целом, то такое значение со знаком минус. То мы, получается, сегодня уже развиваясь в формате демократической независимой республики, еще больше отстали от ведущих стран Запада, особенно даже в деле включения в нашу жизнь высоких технологий, включения таких вот ресурсов, как платформы для торговых торгов. У нас, в общем-то, хорошо все с биометрическими паспортами, с интернетом, с передачей телевизионных сигналов, мультиплекс, кабельные сети и так далее. Но для нашей жизни почему-то это не оказывает большого влияния, не приносит такого высокого экономического потенциала для страны. Потому что не имеет, будем говорить, конечным бенефициарам конкретно простых граждан Молдовы. И вот в связи с этим я хотел бы просто задаться мыслью. Как сделать так, чтобы вот эти высокие технологии оказывали максимальное влияние на нашу с вами жизнь? Вот последний пример. Ну, президент нашей страны сейчас находился в Дубае, принимал участие в пятом, если не ошибаюсь, в международном конгрессе, на котором представляли идеи будущего. И вот только на минуту задумайтесь. На этом саммите, на этом форуме принимал участие первый киборг. То есть человек, который уже живет с имплантированной в него техникой. Человек, который, ну, в силу там, не знаю, определенных причин, он не различает цвета. Вот техника, высокие технологии ему помогают. Их не видеть, во всяком случае, но слышать. И я понимаю, для многих стран это данность. Как, например, допустим, ваши подобные платформы, если уже мы говорим про соседнюю страну, где там 30 платформ, там для них это данность. Мы сейчас только входим. То есть у нас даже отставание по сравнению с соседней Украиной. На какой-то порядок лет. Я хочу вам заметить, что сейчас наша система уникальная в мире. В этом случае мы тоже номер один почти. Мы единственная электронная система, где есть и частный бизнес, и государственный. Ну, это здорово, что такое участие. Ее можно потом в другие страны импортировать. То есть проект это IT у нас достаточно очень развита в стране. У нас много программистов, которые работают на зарубежные рынки, к сожалению. Не на местный рынок. Ведь человеческий ресурс, наверное, сегодня это один из главных ресурсов нашей страны. У нас нет нефтяных вышек. Я понимаю, там в Дубае люди, так сказать, королевские семьи, которые подняли страну, используя природный потенциал. Но, тем не менее, они его не дали, будем говорить, потерять. Те, кто побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, они понимают, о чем идет речь. Они видят город будущего, города будущего. И, так сказать, столица Эмиратов и другие города, они представляют собой, ну, не знаю, такой конгломерат технологий, который сталкиваешься на каждом шагу и всегда думаешь, сравниваешь с тем, а почему у нас этого нет, почему мы не сумели так вот подвинуться. Ведь, в принципе, это все делают люди. Правильно? Никто не приходит откуда-то со стороны. Как принято в различных теориях, кто особенно любит смотреть телеканалы, где там рассказывается о том, что вот пришельцы, или, например, там, не знаю, какие-то гении руководят миром. На самом деле мы с вами это все делаем, создаем и страну, и город. И от нас зависит то, что мы оставим своим детям. И, конечно, очень здорово то, что удалось вам сделать. Очень здорово, что это уже становится системой, которая будет работать по умолчанию в столичной мэрии. Очень здорово, что, наверное, вот даже те цифры, пусть они кажутся небольшими, но мы говорим о сотнях тысяч сэкономленных леев. Это, в принципе, если помножить уже и на годы существования, я надеюсь, в будущем этой системы, это принесет колоссальный такой коэффициент полезного действия для кишиневцев. Это мы сможем ощутить на себе. Вот это радует. Здорово бы все вот эти высокие технологии имплементировать таким образом, чтобы они существовали во всем. Потому что, например, когда я был лет 10 назад в Эстонии, и я видел, как бабушка, зайдя к какому-то терминалу, введя какие-то цифры, оплатила услуги, и ей не надо было не стоять в ожидании пенсии, не стоять в очередях, чтобы оплатить эти счета. Вот спустя 10 лет я сегодня это все равно наблюдаю в нашей стране. Все равно вижу бабушек, которые стоят часами в очередях получать пенсии и часами, чтобы эту же пенсию потратить на коммунальные расходы. Вот это обидно. В нашей стране очень много хороших программистов. Они ценятся, потому что наш мозг, программистов мозг, у нас очень много тех, кто умеет это делать. И у нас не хватает часто инвестиций именно в местный рынок, потому что иностранные компании открывают у нас филиалы, и наши мозги работают на заграницу. Поэтому у нас не так все меняется. Потому что в других странах работают внутрь. Я уже давно с ВИКС, я думаю, не только я, с той данностью, что мы хорошо работаем за границей, мы хорошо укладываем плитку, мы хорошо строим чужие дома, поднимаем экономику. И даже находясь дома, мы чью-то экономику поднимаем, участвуем в таких вот IT-проектах. Глобализация. Глобализация. Ну, хотелось бы, чтобы эта глобализация, вот эту глобализацию увлеклась и наша. Наша с вами действительность. Чтобы мы могли, заходя в троллейбус, оплатить электронным билетом, там, не знаю, махнуть какой-то волшебной карточкой, и все, тебя там списали в пять или в три, ну, на сколько там мы согласимся. Чтобы платежи можно было осуществлять с рабочего места, а не тратить свое личное время, которое, ну, необходимо отдать близким людям, а ты его простаиваешь в очередях. Или, наоборот, крадешь у своего работодателя, сбегая с работы, что-то там оплатить и так далее. Вот это наша данность, которую я бы хотел, чтобы, ну, не только я один хотел, чтобы все изменилось. Конечно, с вашей помощью, светлых умов и настойчивости народных избранников. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Время пролетело быстро. Если хотите что-то в заключении сказать, то у нас еще есть минута. Ну, действительно, вот с завтрашнего дня это уже будет обязанностью каждого, каждого из управления муниципального совета или структуры по 12-й примарии. Наверное, бы хотелось обратиться вот к тем чиновникам, которые нас, если они нас смотрят, все-таки обратите внимание, что с завтрашнего дня это уже будет обязательно. И чтобы они не увиливали от того, что эту систему уже нужно применять, чтобы они этой системой пользовались. Потому что вот даже вот эти суммы, которые небольшие прозвучали, но это всего лишь в качестве теста проводилось. И вот с завтрашнего дня, являясь это уже обязанностью, вот теперь мы сможем действительно увидеть, какая реальная экономия, экономию предоставят вот эти вот управления. Единственное, что они должны участвовать. Участвовать. Прокуратура вам в помощь. Я хочу попросить граждан каждого из нас заходить на сайт mtender.gov.md, смотреть тендера, находить там какие-то ошибки либо схемы и публиковать в соцсетях, публиковать в новостных порталах, потому что вместе мы можем только изменить. И такие вещи. Это правда. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Виктор Поляков, а также куратор одной из платформ по закупкам Вадим Желясков. Оставайтесь с нами, следите за нашими эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова